всем привет после поездки в хитай в город хунчунь я я очень долго собирался с мыслями стоит или не стоит вообще снимать видео про китай так как таких роликов просто огромное количество очень много в сети секунд скрипи стул я думаю может стоит просто ограничиться ограничить себя роликом про большань и собственно про камни сунгари но надо честно сказать что я просто ленивый поросенок и жадный поросенок не хотел делиться своими впечатлениями поездки однако нашлись добрые люди которые которым хочется сказать спасибо это денис и саша которые мертвого собственном поднимут и заставят делать видео вот по-любому оба точно вот в прошлой жизни где-то служили надзирателями в каком-нибудь концентрационном лагере это шутка рассказывать буду по порядку поэтому видео либо затянется ну либо будет разделена на части для вашего же удобства хочу сразу говорится что вот это видео всего лишь мое субъективное мнение и если вы хотите получить свои эмоции то сумму можете сами поехать в китай и пожалуйста получайте свои эмоции видео видео снималась на но вот этот вот телефон это asus zenfone и и и дешевую экшн камеру нормальную камеру я взять не рискнул ну собственно мой личный оператор ехать отказался по причине своего отсутствия в принципе изначально город хунчунь был выбран но для отдыха как перевалочная база для поездки в город байшань это к месту добычи камней сунгари и в том случае если бы поездка в город байшань не удалось то я просто бы отдыхал в городе хунчунь и так хунчунь расположен на северо-востоке китая это провинция дзилин иногда можно встретить обозначение гирин это янбянь корейский автономный округ и название города переводится как приграничье и действительно расположен на границе трех государств это северная корея это россия и это собственно сам китай по состоянию на 2019 год в городе проживает около 280 тысяч человек это китайцы корейцы и и маньчжуры русские туристы приезжает в хунчунь лечиться здесь он быстро сделают зубы пластическую операцию я не знаю вылечит опорно-двигательный аппарат сердечно-сосудистую систему ну и так далее и соответственно различные методы китайской медицины такие иглоукалывания там травяные капельницы различные виды массажей действительно помогает многим людям которым не помогла традиционная медицина иглоукалывание могу сказать сам по себе и массаж помогли мне когда я мучился болями в спине справедливости ради надо сказать что есть люди которым китайская медицина не может помочь да и наверное это вопрос веры я собственно слышал даже сам по телевидению по китайскому в телевидении что сами китайцы говорят что мы русские больше верим в их медицину чем они в ходе рассказа я буду называть цены в юанях их надо умножить на 10 и вы собственно узнаете цену в рублях особо дотошные граждане могут посчитать какую сумму денег обошлась мне поездка в хунчунь в хунчунь можно поехать без визы с туристической группой если поедете так рекомендую вам обязательно взять с собой копию паспорта просто ксерокопию так как гиды могут забрать у вас паспорта в китае извините китайцы не хотят рисковать работой вы не имеете права покидать хунчунь саму территорию города без группы поэтому паспорт скорее всего заберут у вас чтобы вы как бы бесконтрольно не шарахались и не смогли уехать из города так вот я купил путевку за 3800 рублей в ее стоимость входят трансферы услуги гида и страховка купил билеты на поезд хабаровск уссурийс хабаровск то есть туда и обратно это еще 3000 рублей и самое дорогое мероприятие это на всякий случай я оформил визу так как мне очень хотелось попасть собственно к месту добычи камней сунгари и осуществить свою авантюру трехмесячная туристическая виза с однократным въездом на территорию китая состоит 5000 рублей ну по крайней мере мне обошлась она так в китае стоимость отеля на 10 дней это 1050 юаней с двухместным заселением но я хотел жить не хотел вернее жить с кем-то еще поэтому мне пришлось доплатить еще 500 юаней соответственно нажать и на 10 и узнаете стоимость в стоимость гостиницы входили это завтрак и бассейн сауны один раз в день но в любое время и на неограниченное количество времени вот собственно и настал день отъезда барышни плакали махали папе платочками но их несносный отец порно двигался к своей мечте что ты можешь сказать папе почему это поезд из хабаровского суриск двигался около 12 часов и прибыл в 6 30 утра за три минуты на такси с группой соучастников мы добрались на автовокзал города уссурийска стоимость такси 70 рублей на автовокзале почти сразу сели на рейсовый автобус уссурийский инзы через хунчунь и двинулись в сторону погранперехода краскина автобус у нас двигался еще около трех с половиной часов до погранперехода с одной санитарной остановкой так что если поедете так то учитываете это но не пейте много воды 1 санитарная остановка 20 минут далее был пограничный таможенный контроль на российской стороне у меня с его прохождением проблем никаких не возникло несколько без ну как обескураживала до обшарпанное состояние собственно погран нашего погранперехода и зона досмотра на нашей российской стороне прям хотелось рекомендовать ребятам сделать ремонт пограничники и таможня собственно были сами приветливые доброжелательные вопросов так сказать нет они как как фильме говорится давали добро да погранпереход с китайской стороны он выглядит значительно лучше российского внешне я сдал иммиграционную карту которую успешно забыл заполнить перед очередью да и ее задержал тупо сдал отпечатки пальцев что же тоже важно и все собственно у меня да у меня начался отдых с китайской спецификой на которую ну просто обязательно необходимо делать поправку если вы хотите ну получи хотите вернее получить какие-то положительные эмоции они только узнаете вот это китайчатина там от что-то отрицатель от этого я вам честно скажу и скажу я получил настолько положительные эмоции что я даже передать не могу никак несмотря на то что было ночь много и такого очень сильных спорных моментов день 1 китай ну все началось с того то есть я уже прошел зоны досмотра и все остальное все началось с того что мой гид с распространенным китайским именем жанна просто тупо забыл меня встретить и чисто по-братски попросил другого вида доставить меня гостиницу июшинху и тут я не знаю многие люди бы за волновались я не сильно волновался так как ну примерно располагала информация о городе и смог бы собственно сам заселиться в отель вот некоторые русские туристы были недовольны таким сервисом и но они просто еще не знали насколько беспощадно вы знаете раздолбайски добрым может китайские может быть китайское гостеприимство примерно с третьего раза примерно с третьего раза я попал в свою гостиницу июшинху называется так как запасной гид очень плохо понимал по-русски и несколько раз завозил меня не туда куда надо меня заселили заселили в номер вот так он выглядит на фото посмотрите посмотрели ну и сильно не обольщайтесь увиденному если присмотреться то номер да и сама собственно гостиница ну давно требует ремонт сожжение вот откровенно говоря вот так вот даже понимаете и спасает ее собственно только бассейн и сауна это единственный бассейн в городе где можно нормально поплавать но для меня состояние гостиницы собственно не было основой основной составляющей путешествия и свет есть душ есть вода есть кондиционер есть постель есть постель чистая все хорошо надо сказать что дорога меня очень сильно вымотала сами понимаете такое количество времени на колесах да блин звучит двусмысленно и поэтому я решил поесть отдохнуть и собственно там погулять по парку торговые центры и кабаки я показывать вам не буду так как я не считаю это интересным если хотите увидеть вот эту жрачку шмотки и все остальное просто наберите в поисковике youtube слова хунь чунь и наслаждайтесь там такое количество будет вещей всяких одежды я не знаю еще чем еды и чё тут чё все что душе будет угодно но собственно вкусив изыски северо-восточной кухни я начал думать да что же мне делать либо погибнуть в номере до в обнимку вот с этим посмотрите да да это именно та самая злобная и страшная китайская водка с непередаваемым и искренне мерзким вкусом стоимостью 300 рублей за 5 литр либо мне собственно двигаться в сторону путешествия в город байша наконец я нашел внизу в гостинице на ресепшене номер телефона своего гида по имени жанна и попросил ее приехать на следующий день так как хотел отдохнуть чтобы мы с ней ну собственно обсудили мою культурную программу пребывания в китае я пошел купил себе чай в этот день где моментально вот просто моментально меня натянули и подсунули фуфло но здесь здесь я сам виноват и как говорится знаете лох не мамонт он не вымрет а с приграничными китайцами надо ухо держать в остров всегда так как если ты не разбиваешь не разбираешься в предмете то тебе обязательно втюхают фуфло я же что сделал я свои предпочтения в чае я не говорил поэтому мне собственно дали какой-нибудь чай в этот день я немного погулял по парку около гостиницы насладился тишиной покоем ну и каким-то умиротворением и собственно потом погрузился в царство морфея у себя в номере